Однажды спросил, кто совершает парикраму. Все подняли руки. Мы, мы, мы. Но Шила Нарайна Гасай Махарач ответил, единственный из всех. Гурдев, ты совершаешь парикраму. И кто такой Аканда Гуртатова? Должны всегда помнить, что мы не совершаем парикраму. Это Аканда Гуртатова Нитинана Прабу. Он совершает парикраму. Мы должны всегда думать и памятовать об этом. И мы совершаем парикраму под его руководством. То есть мы следуем его лотосным стопам. Аканда Гуртатова Нитинана Прабу – это Дхама Сварупа. И будучи Дхама Сварупой, то есть формой Дхамы, он сам совершает Дхаму парикраму. Он сам является Дхамой, Дхам и Сварупой, и он прославляет славу Дхамы. Итак, Онорс, прописывай славу Дхаму. Сколько существует видов спикеров, как мы вчера говорили? Первый спикер – это тот, кто пришел из трансцендентного мира. Спикер – это тот, кто является садакой, услышит Гуру Ивашнава. Он услышал подход Гуру Ивашнава, и теперь он записывает ее. Это Мадем Бокта – это спикер среднего уровня. И высочайший спикер – это тот, кто не зашел. То есть первый – это тот, кто не зашел. Первый вид и лучший вид спикера – это тот, кто пришел из духовного мира. Второй вид спикеров – это садака, который в этом материальном мире совершает садану. И у него приходит реализация, и он описывает славу Дхама. Третий вид – это тот человек, у него нет реализации. Он рассказывает только то, что он в книгах прочитал. Четвертый вид – человек, у которого нет знания шастер. Он просто все описывает только лишь в соответствии со своим… Ну, от ума он говорит. Это такой человек – это Адам Бокта. То есть, ну, как бы падший спикер. Слышно? Потому что у нас нет никакой… У него нет шастер-сиданта. А Адам Бокта – высочайший спикер. Это на самом деле вечный спутник Господа. Так же своим богам, например, Балдейу Прабу – это высочайший спикер. Это… Он является самой формой Дхама. Да. Кринца-нанда opisывать славу, кого… Света Дхаму, кому… Живы Гославные. Слышно. Слышно? Может с ним сесть? А? 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 И ну вот, дико сайта. Ви дико сайта... Дико сайта... Да. О, дико дамы дамы... Это место девяти видов бхакти. После этого Нитяна Прабху сказал Дживи Гаслами, отправляйся во Бриндава и живи под руководством группы Санатана. Ты должен все-все отбать Джина Садына. Джива Гаслами, он спросил у тебя на Прабху, он спросил, «Ты же сказал, что нет никакой разницы между Новодипой и Бриндаваном». И так. «Нет разницы между Бриндаваном и Новодипой Дхамой?» Джива Гаслами спросил Нитяна Анду Прабху. «Почему ты вдохновил меня отправиться в Бриндаван?» Нитяна Прабху сказал Дживи Гаслами. «Нет разницы между Новодипой и Бриндаваном. Новодипа Дхама – это ударимый Дхамой, и Бриндаван – это Матхури Дхама. Поймите это. Приводится пример, как вот у одной монеты есть две стороны, и обе стороны одной монеты обладают одинаковой ценностью. Таким же образом Надхипа Чандра, Махапрабху, нет никакой разницы между Кришной и Махапрабху. Потому что Кришна явился в облике Гоуры. Нет разницы между Кришной и Махапрабху. Внешне он Кришна, но внутри он Гоура, он золотой. Итак, внутри он Гоура, а снаружи он Кришна или наоборот. То есть он Кришна, а снаружи Гоура, а внутри Гоура, а снаружи Кришна. То есть оба они являются одинаковой таттой, между ними нет никакой разницы. Но Махапрабху – это Аударья, Майя Виграха. А Кришна – это Мадурья, Майя Виграха. И Кришна является воплощением щедрости в Майка Души. И говоря об этом, что такое Аударья? Но даже без вопросов. Что значит Аударья? Что значит щедрость и великодушие? Это тот, кто дает, даже не спрашивая. И он не взирает, квалифицированного или нет. Он просто это раздает бесплатно. И Гоура Аудара, он не разделяет, кто квалифицирован или нет. Он раздает прямо всем и каждому. Это Махапрабху – это Махапрабху. А Кришна немножечко скупой, скуповат. Кришна скуповат. Он ничего не хочет давать. То, что он раздает – это только лишь своим собственным спутникам, то есть своим дорогим. Кришна раздал прямо. Кришна раздал прямо. Лианам и растениям Вриндавна. Человечка-догаслама написал это. Но снаружи Вриндавна никому не давал прямо. Тот же Кришна пришел в облике Гаура Сундары. И он раздает все – возьмите, заберите, сколько хотите забирайте. И также Махапрабху – он брал даже сосуд. То есть, возможности принять то, что он хочет дать. То есть, даже если вы не вквалифицированы, он вас делает вквалифицированными. Например, у вас нет контейнера, но Махапрабху дает также контейнер, который способен принять. Например, вот кто-то дает молоко. Он вам наливает молоко и даже дает контейнер, в котором вы можете его унести. То есть, Махапрабху таков, но Кришна – нет, он не такой. Махапрабху – нет, он не такой. Если вы будете воспевать имена Кришны, то там учитывается оскобление святого имени. Но если вы воспеваете имена Гора Нитая, то к этим именам это не относится. Настолько прославлен Махапрабху и его опитель. Итак, в предыдущие дни мы об этом говорили, и Нитая Прабху сказал, «Хорошо, отправляйся в Вриндаван». Почему? Человек с вами, он подумал, мог бы сказать, «Я мог бы остаться на Вадвипе». «Нет, ты отправляйся в Вриндаван и сказал не тебе на Прабху, потому что там ты будешь жить под рукосом, рупай санатана и под рукосом совершай бачны саданы». И еще кое-что. В Вриндаване есть особенность для бхава садаков, для личностей, которые достигли уже уровня бхавы, или человек, который уже вот-вот, то есть он жаждет достичь бхавы. Вот эти бхава садаки, те личности, которые приходят во Вриндаване, они чувствуют столько у дипанов, то есть стимулов спонтанных. В Вриндаване вы естественным образом будете обретать столько у дипанов, вы увидите в Вриндаван и в вашем сердце проявится столько стимулов, все эти настроения. Например, когда вы увидите Росоголу, у вас сразу слюнки начинают течь. Но если вы не видите Росоголу, вы не почувствуете это слюнное отделение, то есть у вас слюнки не потепло. Таким же образом, если вы обратитесь во Вриндаван, то вы напрямую увидите все эти места Радхакунду, Шиамакунду, Гираджик, Вартхан. Увидите вы во Вриндаване эти места или нет? Вриндаван два мати и джаин. Радхакунду ки джаин. Но в Навады-Падхаме Навады-Падхама является Гупта Вриндавана. Вопрос. Ну, Баба Садаке могут быть также и в Навады-Пи. Увидите эти места здесь. Ну, а для Садаков во Вриндаване, Вриндаван это место для ситх, для тех, кто достиг совершенства, у кого Баджан уже сотрел. Как я уже сказала, мы отправляемся вместо Кобала. Кобала – это место Радхакунда. Правильно, Радхакунда в Навады-Пи. Но там мы не видим эту Кобала Вашнава. Мы видим Радхакунду. В Вашнава говорят, что это место Кобала. На самом деле это Радхакунда. И кто эта девушка Кобала? Кто эта девушка Кобала? Означает, кто эта девушка? То есть все эти концепции нужно понимать. Итак, Навады-Падхак Гупта Вриндавана, скрытый Вриндаван. То есть вот сейчас вот это место, где мы находимся, это подножие Гиряч Гавардхана. Вы знали об этом? Мы сейчас находимся у подножия Гиряч Гавардхана. Мы просто сейчас сидим в том месте, где проявлен Гиряч. Ну, как убрестить у Дигмана? Конечно, человек, который достиг уже Бавы, он видит все эти места повсюду. Он просто слушая Харикатху, все это тут же, естественно, входит в его сердце. Он повсюду видит свое поклоняемое Божество. Он не видит материальных девушек. То есть он, если видит девушек, он сразу Гопи памятует. Если он видит какую-нибудь реку, он сразу думает, что это Аймуна. Если он видит какую-нибудь небольшую гору, холм, он сразу медитирует, он сразу памятует Агиряч Гавардхане. И когда такой преданный слушает о прекрасных билах Господа, такой преданный чувствует столько у Дипан стимулов. Иногда он смеется, иногда плачет, иногда катается по земле, в пыли. Потому что он совершает лил Асмара, но естественным образом он памятует все эти лилы. У него есть пультие, видение этих лил. И в этом его особенность. И также я говорила об особенностях на Удбудхане. Но Вадвипа, она дарует милость абсолютно всем, даже оскорбителям, аппарадхе. Но Вриндавана Дхама нет. Оскорбители, убирайтесь отсюда. Все люди, которые совершили оскорбление во Вриндаване, куда они отправились? Они отправились на Вадвипу и совершали тут суровые эскезы. И затем Господь даровал им милость. И Бхагаван проявился в облике Егора Сундары так же, как Брамадже. Он похитил мальчиков-пастушков и друзей Кришны. И в итоге Брама закрушался из-за того, что он сделал. И потом Брама прибыл сюда и совершал здесь эскезы. Знаете, вот это место, где Брама совершал эскезы, в Майпуре? Майпур – это как раз то самое место. И своим Бхагаван даровался Ему свой даршин и простил все его оскорбления. И затем Брама стал молиться Кришне – дай мне служение, а скез недостаточно. И поэтому Брама молился о служении. И Кришне сказал – посмотри, я в Галейку приду в облике Кагура Сундара, и ты мне будешь помогать в распространении Намасан Киртана, в проповеди. И Брама молился и сказал – о, Прабу, пожалуйста, только сделай так, чтобы я не рождался в возвышенной богатой семье. Сделай так, чтобы я родился в очень бедной низкой семье, чтобы я стал смиренным. Если мы родимся в возвышенной аристопритической богатой семье, если у нас будет много денег, как раз будем красивыми, тогда у нас будет столько гордыни. И эта гордыня – это корень падения, и это будет причиной нашего падения. Итак, Брама Джан прибыл в облике Харидас Такура. И Харидас – это Брама Аватара, инкарнация Брамы и Прохват Махараджи. И оба они пришли в облике Харидас Такура. И он родился в одной деревне, родился в мусульманской семье, и он был очень смиренным, и он прославлял славу святых нам. Господь Шеша. Господь приходит на берегу Ганги. Он там сидел и воспел святые имена, и туда даже Господь пришел Господь Ананташе, чтобы слушать его воспевание. И как это было? Он жил в пещере, и туда приполз огромный змей. И люди, они начали просить его, пожалуйста, уходи отсюда, и чтобы не беспокоить этих людей, потому что они боялись эту змею, который припост на самом деле, чтобы слушать его воспевание. Он хотел идти, но этот змей, он сказал, пожалуйста... А, он сказал то, что я очень хочу слушать твое воспевание. Я сам Ананташе, но позднее Харидас Токур, он все-таки оставил это место. Представьте, сам Господь, он жаждет слушать воспевание святых имен из уст твоих чистых преданных. И Шива Джон также совершил оскорбление, понимаете? Когда вот проходил это сражение с Банасурой, Каширадж, царь Каши, он был преданной Шиве. И когда он проиграл в сражение, он стал молиться о Шиве, и Богован своей судорожной чакрой уничтожил дворец царя Каши с судорожной чакрой. И затем судорожная чакра, она полетела в направлении... Господа Шива и Шива, он стал убегать и прибежал вместо Буванешвар. И Шива молился Джаганадхи, пожалуйста, спаси, спаси меня. И Шива Джаганадхи, он также молился чакре. Но Шива Джаганадхи подумал, я знал из оскорбления вот здесь наступам к Миши Кришне. И поэтому Шива он также пришел на воды Бодхам. То место, куда мы приходим, вот это место Харихара Кшетра, такое прекрасное, божественное, трансцендентное место. На берегу реки Алакананда, такое прекрасное место. И там еще другая река протекает, то есть Мандакини. То есть это, я так поняла, ответвление о Ганге. Это место настолько удивительное и прекрасное, но вы не можете видеть точным образом, как оно выглядит. Итак, Шива Джаганадхи, он совершал бхаджаны садханатах. Итак, Шива пришел в облике Сада Шивы, а то есть, извиняюсь, Сада Шива пришел в облике Адвайта Ачарь. Адвайта Ачарь – это единый облик Сада Шивы и Маха Вишны. Итак, все личности, которые совершали оскорбление, они все приходили сюда в новодвигу. Как вот Индра, он пытался уничтожить врач, потому что он был исполнен гордостью. Индра хотел уничтожить врач, и тогда Кришна поднял Герчагавадхан, и позднее Индра, он убедился, что Кришна – это Сам Господь. И Индра совершил абишеку, то есть он потом пришел с коровой Сурабхи, и потом он провел абишеку на Гавиндахунде. Кришна, нарек, назвал Кришна, дал ему это имя Гавинда. Но все равно Индра, он еще никак не успокоился, и этот так оскорбил Господа. Как же я могу избавиться от этого оскорбления? И тогда он прибыл в новодвигу и также совершал здесь аскезы. Когда мы отправимся вместо Годрум, Го означает корова, Друм означает дерево. Итак, под деревом Индра совершал аскезы. И затем Индра пришел в облике Махараджа Пратапарубдры, в соответствии с Гавраганадашей Дипикой, это объясняется. Наудибадхам это такое прекрасное место, какие бы оскорбители не приходили сюда. Все их оскорбления будут уничтожены. И во всех трех мирах нет такого места, которое могло бы сравниться с Наудибадхамой. Такое удивительное, прекрасное место. Такое красивое. Набриндаван Дхама – это Дхама сладости, Мадурья. Мадурья Дхама. Если мы обретем сертификат в Навадгипадхаме, тогда мы сможем войти во Вриндавана Дхаму. И кто нам разрешит войти во Вриндавана? Навадгипи, Навадвипадчандр, Горасундр. Чтобы войти в Мадурья Дхаму, Дхаму сладости, вначале мы должны принять привезщую Махапрабу и его Дхамы. Как говорится в этой шлоке, «Наради». «Арадидто на ванам». «Арадидто на ванам». Те, кто приняли вредящего Навадгипадхамы, наверняка они войдут во Вриндаван. А те, кто не приняли прибежье Оно-Вады, то никогда, никогда они не смогут вступить в даму Вриндавана. И те, кто поклоняются сыну Брамана Двиджасуте, ну все же Браманы, ну какому сыну Брамана? А Рады-то Двиджасута. То есть, значит, сыну Джаганадхимишры. Он Двиджасута, это Махапрабху. Сачинанда на Говарахари. Если вы примете прибежье Уборахари, то возлюбленный Раджагопи сможете его достичь. То есть, вы сможете достичь Кришну но если вы не примете прибежье у Гора Сундары, то вы никогда не достигнете Кришну. И Шла Бхактюна Такур также приводит прекрасное описание. Если вы будете поклоняться, рад ли говорить под руководством Горы Сундары, что с вами произойдет после обретения Бхаджана Сцидьи, то есть, совершенство вашей духовной жизни, то ваша душа она разделится на две части. Знаете, как вот семена, некоторые семена они составят из двух половинок. Таким же образом, ваша душа она разделится на две части. И в одной форме вы будете служить во Вриндаване, в Адхури Адхаме, в обители сладостей. В другой форме вы окажетесь на Шветосдвипе и будете служить Махапрабху. И поэтому вы в обе руки получите палладу. То есть, вы с двух сторон получите благо. Вы будете поклоняться Аударе, Моей Божеству, Махапрабху. И так же сможете служить Раде Кришне. Это очень-очень сокровенное знание Гаудия Ващнау. Вы не найдете нигде такого ни в каких других сампродаях. В наши дни люди, они просто играют в каратал и Мриданге, постичали там, поднимали руки и все. Нет, вы должны изучать Сиданту, философию Нашшила Бхактавинот Такур. Он описывает всю эту Сиданту все эти философские заключения, все эти истины. В других сампродаях вы не найдете этого сокровенного дханя. Даже в Радавала Бхактавинот сампродаях совершают Бхаджин Рады Кришне в Радавала Бхактавинот они описывают прекрасные ночные лилы Рады Кришне. Если вы туда отправитесь, вы погрузитесь во все эти лилы и подумаете, о, почему я здесь не был раньше, так прекрасно тут рассказывают все. Они очень много рассказывают о сокровенных лилах Рады Кришне, в особенности ночные лилы. Они они то есть они постоянно там сождают книгу Радарас Даниты. На самом деле там нету фундамента. Если вы будете сожжать Бхаджин под руководством Гауде Вачнаф, то тот плод, который вы обретете под руководством Гауде Вачнаф, вы нигде обретете это ни в другом месте. Люди ходят туда-сюда и думают, что это самое лучшее, но на самом деле нет. Поэтому Шиле Вишн у тебя короче таков написал. Как говорится в этой шлоке. Такая прекрасная шлока. И это мнение Махапрабху. Какое мнение? Кто является нашим поколением божеством Раджандра Наданас Шэм Насудар и какова его Дхама Бриндаван Дхама. Вчера я описывала три Дхамы. Дварака Дхама, Матхура и Бриндаван. Нас Шилава Цюнта Курута все это объясняю. Пурна Дхама Пурна 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 Тара Пурна Тама Кришна в Двараке это Пурна полный в Матхури Пурна Тара более полный и Пурна Тама самый полный Кришна во Вриндаване. Люди могут думать откуда это знание? Да, это истинное Писание. Сколько существует видов героев, героинь. Иногда также мы говорим об этом. Есть 96 видов героев и 360 видов героинь. Все те концепции сваке, параке и так далее. Вы не найдете ничего подобного ни в какой другой сампрода. Если вы отправитесь в какое-то место, там вам побреют голову, но оденут в одежде гофе там старином оттает. Но во придаване если вы шапку наденете, то обезьяны у вас отнимут эту шапку. Однажды во придаване не была хорошая шапочка и обезьяна украла у меня ее. Блин, у него такое происходит. Так, санкета, паракета, санкета, свакета. И так, все эти концепции сваки, параки и так далее. Что я хотела сказать. гаудзио, ващнава, в особенности в линии бахтина, такуру, и шла, бахтина, санкета, сарасвати, группады, в нашей гуру, парампари. Все эти концепции настолько тонкие, настолько детальные, особенные. и вот это в особенности настроения сладости в Мадхуре вы не найдете нигде в другой самбрадай. В особенности Кадха Шила Горудева Шила Наринга Сваи Махараджа. И Вахари Кадха Горудев так прекрасно все это описывала. Итак, мы под руководством Шичитань Махапрабу. Должны слушать Рады Гавинди. И также совершать Парикраму под руководством Нитянанда Прабу. Будем совершать Навадди Падхама Парикраму. И кто совершает Парикраму? Гурупат Падма Нитянанда Прабу. Они совершают Парикраму. Итак, Нитянанда Прабу сказал Джива отправляйся во Бриндаван и стань искусным в Татваси Данте. Ты должен стать искусным то. И Джива Гасмами написал Татваси Данте это основа. Это фундамент. Араса Мударя Матхури Катха Катха Сладостная Катха это прекрасный дворец над этим фундаментом. И чтобы построить большой дворец вначале вы должны построить очень и очень твердое основание фундамент иначе чуть-чуть там землетрясение или ветер прилетит и тут же ваше здание разрушится. В одной части Бенгали очень сильный смерч прошел и он снес столько зданий. Мы в одно место отправились и люди там рассказали о Махараджи мы все потеряли из-за этого смерча. Я видел как там повсюду вырванные с корном деревья лежали. То есть вот такой вот иногда приходит то есть что это значит вы должны не ленитесь изучать Татва Сидданту. Если вы будете изучать Татва Сидданту то ваш ум будет естественным образом зафиксирован на Кришне. То есть чтобы как это сказать утвердить свой ум вы должны изучать Татва Сидданту. Иначе вы пойдете к Брамаваде будете поклоняться Божеству как? То есть саму себе то есть думая о себе что я Господь. Так время закончилось сейчас мы проведем Гуру Арати ты хочешь что-то рассказать? Нет а так с 9 утра сегодня начнется фестиваль честолетия шла Гуру Дева шел на рынке своей Махараджи 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 Продолжение следует Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода